здравствуйте уважаемые десятиклассники сегодня у нас третий урок физики 10 класса 3 четверти тема нашего урока обратимые и необратимые процессы кпд тепловых двигателей сегодня на уроке мы с вами повторим основы термодинамики познакомимся со вторым началом термодинамики и решим несколько задач как обычно для урока вам понадобится тетрадь в клетку письменные принадлежности и микрокалькулятор давайте для начала повторим первое начало термодинамики одна из формулировок гласит следующее изменение внутренней энергии термодинамической системы равно сумме количества теплоты которая передается системе и работе внешних сил формулу вы видите ниже это утверждение по-другому называется первым законом термодинамики но как мы говорили у законов термодинамики бывает несколько формулировок давайте вспомним еще одну если термодинамической системе извне передается некоторое количество теплоты то она расходуется на изменение внутренней энергии этой системы и на совершение самой системой работы против внешних сил соответствующую формулу вы видите на экране по физическому смыслу первое начало термодинамики является законом сохранения энергии применительно именно к термодинамике малярной теплоемкостью называется физическая величина которая равна отношению количества теплоты полученного при нагревании тела или отданного при его охлаждении количество вещества содержащегося в этом теле а также изменению его температуры вы видите формулу на экране как вы помните для вывода соотношений для малярной теплоемкости газов мы использовали следующую формулу ниже расписано выражение для вычисления количества теплоты при изобарном процессе если в нем оставить только первое слагаемое то получится количество теплоты для случая изофорного процесса кроме малярной теплоемкости используется также удельная теплоемкость это физическая величина которая равна отношению количества теплоты полученного при нагревании тела или выделенного при его охлаждении к массе этого тела а также изменение его температуры малярная теплоемкость связана с удельной теплоемкостью следующим довольно простым соотношением малярная теплоемкость газов зависит от количества атомов в молекуле газа и термодинамического процесса и не зависит от вида вещества для одноатомного газа мы с вами выявили следующие формулы для расчета малярной теплоемкости при постоянном объеме c с индексом v и при постоянном давлении c с индексом p из-за процессы это процессы во время которых количество вещества и один из параметров состояния давление объем температура остаются постоянными адиабатный процесс это процесс происходящий без теплопередачи а теперь давайте посмотрим видео которое показывает нам как строить график адиабаты в пв-диаграмме адиабатным называется процесс происходящий без теплообмена с окружающей средой в процессе адиабатного сжатия происходит увеличение внутренней энергии газа следовательно увеличивается скорость движения частиц именно поэтому давление в адиабатном процессе увеличивается за счет двух факторов уменьшение объема и увеличение скорости движения молекул газа на графике участок адиабатного сжатия располагается над участком изотермического сжатия при адиабат нам расширение газ совершает работу за счет убыли своей внутренней энергии это означает что уменьшается скорость хаотического движения молекул газа следовательно давление уменьшается за счет увеличения объема и уменьшение скорости движения частиц на графике участок адиабатного расширения располагается под участком изотермического расширения давайте запишем несколько определений обратимый процесс это процесс который можно провести в прямом и обратном направлениях через одни и те же промежуточные состояния без изменений в окружающих телах необратимый процесс это процесс который может самопроизвольно протекать лишь в одном направлении в обратном направлении он может протекать только при внешнем воздействии а теперь мы можем записать второе начало термодинамики также как и для первого начала термодинамики для второго начала или по-другому закона термодинамика существует несколько эквивалентных формулировок давайте запишем одну из них невозможно перевести тепло от более холодной системы более горячей при отсутствии одновременных изменений в обоих системах или окружающих телах по-другому второе начало термодинамики можно сформулировать следующим образом любые термодинамические процессы со статистически огромным количеством молекул и атомов могут самопроизвольно протекать только в одном направлении то есть они необратимы поскольку вероятность обратного процесса равна нулю курсе физики 8 класса вы уже встречались тепловыми двигателями давайте запишем определение тепловые двигатели это устройство в которых тепловая энергия превращается механическую существует множество тепловых двигателей они разнообразны по конструкцию и по назначению однако несмотря на все это многообразие в принципе действия различных тепловых двигателей есть что-то общее основными частями любого теплового двигателя являются нагреватель или источник энергии рабочее тело и холодильник давайте посмотрим следующее видео посвященное тепловым двигателям тепловым двигателем называется устройство которое может совершать механическую работу получая определенное количество теплоты в каждом тепловом двигателе имеется три основных части нагреватель холодильник и рабочее тело рассмотрим модель одного из тепловых двигателей он состоит из цилиндра с водой у дна которого плавает перевернутый стаканчик стаканчик на три четверти заполнен воздухом а на четверть водой количество воздуха и воды подобраны так чтобы стаканчик был притоплен удна цилиндра внутри стаканчика находится также проволочной спираль вы ее увидите когда стаканчик всплывет которую можно нагревать пропусти в по ней электрический ток. Чтобы спираль стала нагревателем, ее надо, замкнув ключ с помощью проводов, соединить с источником тока. Замкнем ключ и нагреем спираль. О пропускании тока можно судить по загоревшейся маленькой красной лампочке. Спираль нагрела воздух внутри стаканчика. Воздух расширился, вытеснил из стаканчика часть воды. И стаканчик начал всплывать к поверхности воды. Вот он поднялся над спиралью, и теперь вам виден наш нагреватель. Сверху в цилиндре плавает еще один стаканчик. Он сделан из тонкой медной фольги. Внутри верхнего стаканчика находятся кусочки льда. Это холодильник нашей тепловой машины. Сейчас стаканчики сближаются, вот они соприкоснулись. Теперь воздух внутри нижнего стаканчика охлаждается, сжимается. Стаканчик снизу поступает вода, и он начинает погружаться. Когда стаканчик опустится на дно цилиндра, цикл работы тепловой машины завершится. Теперь стаканчик не всплывет до тех пор, пока заключенный в нем воздух не получит новую порцию энергии от нагревателя. Повторим опыт. Ключ замыкается, вот цилиндр начинает всплывать. Значит, подъемная сила, действующая на стаканчик, возросла, так как воздух внутри него нагрелся и расширился. При этом воздух вытолкнул часть воды, то есть совершил механическую работу. Воздух в стаканчике – рабочее тело нашей тепловой машины. Теперь воздух внутри нижнего стаканчика охлаждается и сжимается, а действующая на него подъемная сила уменьшается. Стаканчик начинает погружаться. Закончился второй цикл работы тепловой машины. На рисунке вы видите схему теплового двигателя. Как вы видите, нагреватель передает рабочему телу, то есть газу под поршнем, некоторое количество теплоты куадния. Газ совершает полезную работу А. И часть тепла передается холодильнику. Это количество теплоты обозначено на схеме Ку-2. Это количество теплоты является просто потерями энергии. Накажи они необходимы, потому что все тепловые двигатели работают циклично. То есть все тепловые процессы в них многократно повторяются. И их необходимо переводить в начальное состояние. Следует заметить, что под величиной Ку-2 здесь понимается абсолютное значение этой величины, без учета того, что количество теплоты, отдаваемое системой, должно браться со знаком минус. В данном случае понятно, что мы можем найти полезную работу, совершенным двигателем, как разность Ку-1 и Ку-2. Разные тепловые двигатели при одинаковом количестве теплоты, которую они получают от нагревателя, могут совершать разную работу. Работоспособность двигателей характеризуется их коэффициентом полезного действия. Как вы помните, сокращенно коэффициент полезного действия обозначается КПД и обозначается греческой строчной буквой это. Следует помнить, что КПД любого теплого двигателя всегда меньше ста процентов. То есть он не только не может превысить сто процентов. Это противоречит первому началу термодинамики, но даже не может стать равным этой величине. Это противоречит второму началу термодинамики. Давайте запишем определение. Коэффициентом полезного действия теплового двигателя называется отношение работы, совершенной этим двигателем, количество теплоты, полученному от нагревателя. Как вы помните, коэффициент полезного действия очень часто выражается в процентах, поэтому в формуле также присутствует множитель. Отношение работы к количеству теплоты мы домножаем на сто процентов. Или по-другому, с учетом выражения для работы, которое было получено нами ранее, мы можем записать эту формулу в следующем виде. В 1824 году французский инженер Сади Карно вывел формулу максимального КПД идеального теплового двигателя, в котором рабочим телом является идеальный газ, а цикл состоит из двух изотерм и двух адиабат. В честь него этот цикл получил название цикла Карно. Давайте посмотрим видео, в котором описывается работа газа по этому циклу. На рисунке мы видим цикл Карно, состоящий из двух изотерм и двух адиабат. Процесс 1-2 изотермический. В течение всего процесса рабочее тело контактирует с нагревателем, от которого получает количество теплоты Q1. При этом все тепло идет на совершение механической работы. Затем рабочее тело теплоизолируется, процесс расширения газа продолжается. Совершается положительная работа. При этом температура газа понижается. Работа совершается за счет внутренней энергии. Происходит адиабатный процесс 2-3. Затем рабочее тело приводит в контакт с холодильником. Поршень опускается. При этом холодильнику передается количество теплоты Q2. Процесс происходит при постоянной температуре, равной температуре холодильника. И, наконец, рабочее тело теплоизолирует. Поршень продолжает опускаться. Газ совершает отрицательную работу. При этом температура газа повышается до начальной. Процесс 4-1 адиабатный. Совершается цикл. Система приходит в исходное состояние. Для КПД цикла Корно была выведена следующая формула. Как вы можете заметить, эта формула похожа на формулу, которая выражает КПД через количество теплоты. Однако соответствующее количество теплоты заменены на значение абсолютной температуры нагревателя Т1 и абсолютной температуры холодильника Т2. В процессе изотермического расширения, участок 1-2, газ приводят в контакт с нагревателем, находящимся при температуре Т1. Работа совершается газом за счет подводимой от нагревателя энергии Q1. В процессе адиабатного расширения, участок 2-3, газ помещают в теплоизолированную оболочку. Все изменения внутренней энергии преобразуются в механическую работу. Температура газа понижается до температуры холодильника Т2. В процессе изотермического сжатия, участок 3-4, газ приводят в контакт с холодильником, температура которого меньше температуры нагревателя. В этом процессе газ передает холодильнику количество теплоты Q2, равное работе, совершаемой над газом. Цикл завершается процессом адиабатного сжатия, участок 4-1, при котором газ нагревается до температуры Т1. Цикл Корно – самый эффективный цикл, имеющий максимальный коэффициент полезного действия. Ну а теперь давайте решим следующую задачу. В идеальном газе происходит процесс, изображенный на рисунке. Какое количество теплоты подведено к газу на протяжении всего процесса, начиная от состояния 1 и кончая состоянием 4. Для вычисления коэффициента полезного действия двигателей, как вы понимаете, очень важно уметь рассчитывать количество теплоты. Итак, записываем дано. Переводим давление международной системы единиц. Записываем объемы. Как вы видите, из графика можно получить все эти значения. Также переводим значение объема в кубические метры. Нам необходимо найти количество теплоты. Так как процесс состоит из трех частей, то количество теплоты у нас будет складываться из количества теплоты, получаемого газом в каждом из этих процессов. Согласно первому началу термодинамики, количество теплоты равно сумме изменения энергии и работы, совершенной самим газом. Как вы помните, изменение количества энергии связано с изменением абсолютной температуры одноатомного газа по следующей формуле. Работа при изобарном процессе, а процесс 1,2 у нас является именно изобарным, с учетом уравнения Менделеева-Клапиона можно выразить следующим образом. И тогда для Q1 мы можем получить следующее выражение. Эти слагаемые подобны, поэтому можно его упростить, получить коэффициент 2,5. Процесс 2,3 является изохорным, поэтому в данном случае количество теплоты, которое получает газ, равно изменению его внутренней энергии. Итак, коэффициент здесь будет всего лишь 1,5. Процесс 3,4 также является изобарным, поэтому мы можем для него просто применить формулу, которую мы получили для вычисления Q1. Однако заменим V2 и V1 на соответствующие величины объемов V3 и V2. Складывая все эти выражения, мы получаем следующее выражение для количества теплоты, полученного газом во время всего процесса. Давайте перенесем эту формулу на следующий слайд. И хотя в принципе вы уже можете вывести расчет, правильнее будет упростить это выражение. То есть раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Также можно вынести общие множители за скобки. В итоге мы получаем следующую формулу для количества теплоты. Осталось только произвести расчет. Мы подставляем числовые данные и производим расчет. В итоге оказывается, что количество теплоты равно 3800 джоуля или 3,8 кило джоуля. Записываем ответ задачи. 3,8 кило джоуля. Теперь ищем непосредственно задачу по расчету коэффициента полезного действия двигателя. Тепловой двигатель совершает круговой цикл, соответствующий графику. Цикл состоит из двух изохор 1,2 и 3,4 и двух адиабат 2,3 и 4,1. Найти КПД этого цикла. Давайте запишем, что нам дано. Первое значение давления, второе и значение V1 и V2. В данной задаче нам можно будет не переводить величины в международную систему единиц, поскольку коэффициент полезного действия является относительной величиной, и единицы измерения у нас сократятся. Итак, приступим к решению задачи. Используем формулу, которую мы с вами сегодня изучили. Значение количества теплоты для изохорного процесса равно изменению его внутренней энергии. Кроме того, мы можем, как обычно, использовать уравнение Менделеева-Клаперона. И таким образом выразить количество теплоты для процесса 1,2 через изменение давления и объем. Процессы 2,3 и 4,1 являются адиабатными. То есть количество теплоты в данном случае будет равно нулю. Во время процесса 1,2 газ получает количество теплоты Q1. Во время же процесса 3,1 он отдает количество теплоты Q2. Аналогично мы можем получить формулу для данной величины. Давайте теперь подставим эти величины в первую формулу и найдем формулу для вычисления коэффициента полезного действия. Перенесем эту формулу на следующий слайд. После того, как мы разделим по члену эти выражения и произведем сокращение дробей, мы получим более удобную формулу для проведения расчетов. Вам осталось лишь подставить числовые данные. Вы можете использовать микрокалькулятор и произвести расчет самостоятельно. Как вы понимаете, литры и килопаскали в данной дроби сокращаются. Поэтому в данном случае можно не переводить единицы измерения. Так, после расчета мы получаем ответ 25%. Давайте запишем ответ. Что же нам нужно знать после сегодняшнего урока? Какие процессы называются необратимыми? Как можно сформулировать второе начало термодинамики? Как можно рассчитать коэффициент полезного действия тепловых двигателей? Таким образом, сегодня на уроке мы с вами повторили основы термодинамики, познакомились со вторым началом термодинамики и решили несколько задач. Как обычно в конце урока, вы можете выбрать для себя подходящий смайлик. Большой улыбающийся, или же поменьше и задумавшийся, или совсем маленький глубоко задумавшийся смайлик. И этот смайлик будет отражать ваше психологическое состояние. В соответствии с вашим выбором, вы должны поработать самостоятельно над темой этого урока. Наш урок подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!